В Мангистауской области восстанавливают участок на дороге Щетпе-Казан. Работу обещают завершить уже в этом году. Небольшой отрезок в 25 километров в мосте Казан. Жители просят доделать уже несколько лет. Больше всего от бездорожья страдают водители, чей транспорт часто ломается. Ну а добраться до села очень сложно. Ухабы и кочки изматывают. Дорога занимает времени много, а в непогоду и вовсе превращается в полосу препятствий. Чтобы добраться до села Казан, нужно преодолеть 25 километров по бездорожью. По словам автовладельцев, сложнее всего в дождливые дни, когда трассу размывает. В грязи застревают как легковые, так и грузовые автомобили. Любая машина может здесь увязнуть. Часто бывает, что люди застревают и ждут помощи от родных или проезжающих мимо. А во время жары здесь пыль стоит столбом и возможны ДТП. Протяжённость трассы Щетпе-Казан – 110 километров. Её восстанавливали поэтапно. Начали в 2014 году и за 4 года отремонтировали всего 28 километров. Потом специалисты сделали ещё 36. Сейчас работа ведётся на участке Мастек-Казан. В этом году асфальтирование этих 25 километров будет полностью завершено. Сейчас на 9 километрах положен щебень. Из них 7,5 километров уже асфальтировано. Средства на этот год полностью поступили из республиканского бюджета. Это 1 миллиард 426 миллионов тенге. В прошлом году сельчане возмущались качеством строительства этой дороги. Тогда грубые ошибки, допущенные подрядчиками, оперативно выявили и исправили. Мы, как уполномоченный орган, проверили качество строительства. Дефект нашли в нижних слоях дороги. Её плотность не соответствовала техническим требованиям. Ошибки указали в служебном письме. В итоге подрядная организация всё устранила. Мы перепроверили работу и выдали заключение. После полного ввода в эксплуатацию трассы Щекпе-Кызан специалисты, проверяющие качество дорожного строительства, обещают провести контроль полотна. Рейд затронет и участок в масте Кызан. Тамара Степанова, Ринат Дусалиев, Мангосталовская область, Хабар.